Всем привет! Снова распаковка, снова фонарь. На этот раз с Алиэкспресс и внутри должен находиться конвой C8. Я думаю, что стоит пару слов сказать про продавца. Продавец это Саймон с Алиэкспресс. Я думаю, что ветераны фонаревки безусловно его знают, ну а для остальных небольшое пояснение. Саймон это очень хороший продавец и по фонарям это, пожалуй, лучший продавец, который есть на Алиэкспресс. Он очень хорошо идет на контакт. С ним можно согласовать любые детали по покупаемому фонарю. У него можно очень гибко подойти к выбору фонаря, к подбору комплектации. Можно отойти от стандартной комплектации и за небольшую доплату, полдоллара, полтора цента, поставить другой диод. Можно, например, поставить нейтральный, теплый. Можно выбрать тинт, бин. В общем, собрать тот фонарь, который вам нужен индивидуально. Кроме того, у него есть комплектующие для фонарей, рефлекторы, драйвера. Ну, в общем, все, что нужно для того, чтобы собрать тот фонарик или купить те комплектующие, которые нужны индивидуально вам. При этом он очень быстро отвечает на вопросы, ну и славится тем, что регулярно делает подарки. Например, изменение комплектации стоит небольших денег, но иногда он изменяет комплектацию бесплатно, делает такой подарок. Причем иногда он такое делает первому клиенту. Ну, не стоит это воспринимать так, что я даю вам наводку на какого-то наивного продавца, у которого можно выклинчить подарок. Не стоит делать заказ только исходя из желания получить подарок. Но я хочу сказать, что продавец очень порядочный, очень аккуратный и его в любом случае можно рекомендовать. Ну, а теперь что касается самого фонаря. По традиции приходит фонарик вот в такой вот шикарной упаковке. Но это расплата за бюджетность фонаря. В данном случае фонарь C8, светодиод XML2U2 и свет у него холодный 1B. Есть в наличии темляк. Мятый рефлектор, как и заказывался. Диод XML2. Надеюсь, видно подложку. Почему фонарь с мятым рефлектором и холодным светом, вопреки тому, что обычно считается холодный свет лучше для дальнобоев, а это подразумевает гладкий рефлектор. Ну, во-первых, мне не хотелось терять яркость. Во-вторых, хотелось посмотреть просто, как фонарь светит на таком диоде. Ну, а в-третьих, цветовое восприятие у всех разное, индивидуальное. Я спокойно отношусь к холодному свету и для меня это не является минусом. Поэтому я взял с таким диодом. Ну, корпус C8 достаточно универсальный. В том плане, что очень многие производители делают фонари в этом корпусе. Конвой не стал исключением. Корпус действительно очень удачный. Не зря его копируют, не зря его используют. Качество изготовления у конвоя достаточно приличное обычно. По крайней мере, он стоит своих денег. Кстати говоря, этот фонарь обошелся в 17 долларов. Ну, первые впечатления положительные. Я не вижу каких-то явных изъянов. Анодирование хорошего качества. Не видны какие-то сколы, царапины и тому подобные дефекты. Не видно пыли или грязи под стеклом. Не видно каких-то нарушений геометрии рефлектора. Резьба на вид сделана аккуратно. Опять же, я не замечаю каких-то явных дефектов. Вижу следы смазки. Вижу резиновое кольцо. Тоже, кстати говоря, смазанное. Закручивается без какого-то шороха. Без каких-то задиров. То есть, сделано все довольно неплохо. Сейчас попробую включить. Режимы переключаются. В этом плане все нормально. Фонарь работает. Кнопка в меру тугая. Четкое включение-выключение. На мой взгляд, это можно сказать в самый раз. Фонарь может вот так стоять. Хотя наличие темляка немножко нарушает его устойчивость. Но, в принципе, стоять может. В общем так, первые впечатления положительные. И теперь, что касается самого фонаря, развернутых впечатлений, это будет предметом самостоятельного обзора. Всем спасибо за внимание и до свидания.